Всем привет! Сегодня какая-то очень-очень солнечная погода, спрятаться практически нереально, но хочется рассказывать на свежем воздухе и тем более рассказывать об этом аромате. В общем, сегодня у меня в обзоре аромат Кот Д'Амур Артизан. Вообще, история дома Артизан это, наверное, история ниши парфюмерии. Ну, в плане не самого истории дома, а вообще Артизан, он такой открыватель ниши парфюмерии, наверное, один из первых, кто вот так вот именно заявил, что это ниша. Вообще, открыт дом в 76-м году, Жан-Франсуа Ляпорт, он был основателем. И началось все с того, что на выход на какой-то там свет или какое-то событие, в общем, он изобрел аромат банана. То есть, в то время аромат банана это, ну, что это вообще? Вот, и, соответственно, именно тогда и открылось это направление ниши или направление для особенных духов. То есть, необычно. Вот, потом пошли ежевика и мускус, там, дзинка, который пахнет цирком и прочее, 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 прочее. Вот, на, в основном на этот дом работает дом Артизан. Бертран Дюшафор, вот, просто шикарнейший, любимейший мой парфюмер. Он просто гений. Вот, он гений из большой буквы. Оливия Джакобетти, тоже шикарнейший парфюмер. Она создает ароматы, которые становятся знаковыми. Типа, знаете, там, лучше сирени. Ну, как я вам уже говорила, есть такие лучшие сирени, лучшие там инжиры, лучше что-то еще. Вот, и Жан-Клод Елена работает, тоже такой парфюмер с опытом известный. В общем, дом собрал лучших из лучших и создает ароматы, которые просто, ну, неповторимы. Ну, ароматы, то есть, как раз, да, ежевика и мускус они начинали. Вот, дзинг-цирк, тимбукту, который пахнет папирусом, бумагой, вот этим вот всем. Очень необычным, бутукадо, который пахнет там коктейлем таким, а-ля там, знаете, наверное, малибуле, что-то такое. Вот, но сегодня я расскажу про свой любимый аромат у артизана, да, то есть много чего было перепробовано, много чего было изучено, очень интересно все, абсолютно все. Оно может не подходить, но это интересно. Но вот это, это просто моя душа. Дело в том, что я обожаю ароматы, связанные с морем, как и море люблю. Вот, и этот аромат приводится, как остров любви. Вот тут такой маленький кораблик нарисован. Это еще старое издание. Артизан в 15-м году выкупил испанский концерн, и они решили переделать ароматы и сделали его более серьезными, черными такими, знаете, тут черная крышечка, тут черные грани. Но это не так круто, то есть потерялся такой дух. Ну, мы можем об этом спорить, но для меня он потерялся. Вот, а вот это вот старое издание, очень красивое, очень красивое. Ну, посмотрите, грани эти, эти четкие грани. Вот тут всегда какой-то особенный рисунок. Например, у, по-моему, Тимбукту там дерево такое, знаете, как вот, ну, где-то в сафари такое стоит. Вот. И у каждого, каждого ароматика здесь какой-то свой особенный рисунок. Здесь кораблик, шикарный кораблик. Вот. Теперь о нотках. Да, здесь вначале у нас розмарин и грейпфрут, то есть начало такое цитрусово-горьковатое и травянистое. Дальше у нас идет кипарис, идет бессмертник. Аромат дерева, древесины. Знаете, если вот вы где-нибудь были там, ну, в Анапе, например, и проходили мимо лавочек, где продаются всякие там такие дощечки специальные, ну, что-то такое там, я не знаю, из дерева. Вот пахнет таким вот деревом, да, деревом. И одновременно ароматы с моря, то есть какой-то такой солено-древесный запах. Вот. И остается в конце сосна, бобовник и древесные ноты, то есть тоже понимаете, да, вот этот вот хвоя, древесина, соль, вода, море. В общем, аромат свободы. Аромат свободы, любви к морю, любви к жизни в целом, он легкий. И в то же время такой, знаете, вдохновляющий. Когда я его одеваю, вот, и вообще, когда я его слушаю, я мысленно перемещаюсь на, ну, куда-то вот на побережье. Я, у меня нет забот. Я свободна, я иду в белом платье по песку и наслаждаюсь этим жизнью, этой жизнью, этой свободой и вообще всем. То есть, ну, на самом деле, это просто аромат вдохновения. Аромат вдохновения, аромат свободы, аромат любви к жизни. Поэтому я вам советую. Он не сильный, он не навязчивый. Он просто расслабляет. Поэтому на работу не советую. Вот честно, вы будете сидеть и гуглить тест-тур, там, я не знаю, что еще. В общем, гуглить туры. Поэтому я вам советую просто для души приобрести этот аромат и вообще познакомить с маркой Артизан, потому что она, ну, она вдохновляет. Вот. Так что пишите мне, может быть, у вас какой-то другой любимый аромат Артизана. Или вам этот, там, по каким-то причинам не нравится. И вот вы скажете, а, нет. То есть, пишите мне, спорьте со мной, отвечайте, комментируйте, ставьте лайки. И помните, что мир полон необычных ароматов и не ограничивайтесь малым.